Добрый день всем! Сегодня 14 августа 2022 года и у нас сегодня две дыни Дукрал и Бобор. Дукрал мы вчера приехали и она сама мало того, что оторвалась от хвостика, вот ее хвостик, но еще и отвалилась в сторону. Она гладкая, немножко совсем порепанная, вообще не пахнет, не знаю, посмотрим что будет внутри, достаточно плотная. И Бобор, они одного типа, сорта тип канарская желтая, но Бобор, вот мы вчера приехали, я заглядывала, она была целая, а сегодня зашли и увидели, что произошло вот такое, при том, что вчера я еще хотела их полить, но я не полила. Вот тут гость сидит незваный, в общем вовремя мы приехали, потому что если бы это было бы пару дней назад, тут гостей было бы много, от муравей, мухи, слизни. Она вот держится еще на хвостике, но если хвостик сделать вот так, достаточно крепко держится, вот смотрите, даже не хочет отрываться, но есть придется именно ее, называется она Бобор, она немножко по сравнению с дукралом, она немножко более такая порепанная, что ли, вот, а так разница и немножко менее желтая, но возможно из-за того, что она все-таки была еще на хвостике, жалко конечно, что треснула, придется есть ее. Итак, дыня Бобор сорта тип канарская желтая, взвешиваем. Ну, такая немаленькая, 2,187, 2 килограмма с лишним, вот так она пошпела. О, треснула, да, я вот показываю, что треснула. Я режу, она продолжает трещать. Вот такая она желтая, даже немножко оранжевая внутри. Семенная камера достаточно крупная, но мякоть видно прям сахарная. Сейчас попробуем, какая она на вкус. Мякоть плотная, мякоть плотная, прям хрустит. Вот такая. Сладкая, очень сладкая и очень вкусная, хрустящая мякоть. Кто любит хрустящие дыни, тому очень понравится, потому что она очень сладкая, она похожа на грунтовую раннюю, которая в прошлом году была одной из моих любимых. Может быть, немножко менее сладкая, чем в прошлом году, хотя нет, наверное, все-таки. Возле шкурки, вот она немножко твердая, вот не до самой шкурки она. Но опять же, она, я ее отрывала, поэтому, возможно, она немножко недоспела. Из-за того, что она вот треснула, пришлось ее снять. Вкусная, вкусная, сочная, сладкая. Добрый день! Итак, пробуем нашу замечательную дыньку. Вот такая дынька дукрал, небольшая, надо сейчас ее взвесить. Прям так все серьезно. Сортотип канарская желтая, полтора килограмма. Так, смотрим, что внутри. Ну, я скажу, что от дукрала она отличается кардинально. Дукрал была белая и хрустящая. Ой, дукрал. Бобор. Мы бобор ели? До этого мы ели дыньку. Тоже был сортотип канарская желтая. Она внутри была белая и хрустящая. Я еще говорил, что это моя любимая дыня. А эта дынька, получается, что внутри она оранжевая и мягкая. Мягкая и сочная. И причем, пока дынька была целая, запаха практически не было. Был такой слабый. А вот разрезали. Да, то было бобор, а это дукрал. Разрезали. Такой аромат на кухне. Прям нежно режется, как по маслу. Ну, явно она не такая же. Очень нежная, очень сладкая. Очень-очень сладкая. Очень вкусная. Вот за что мы любим лето. Вот за вот эти прелести, которые можно есть каждый день в августе. Я всем советую дынька дукрал. Это действительно одна из самых вкусных дынь, которые мы в этом году срезали. Очень сладкая. Вот у нее, да, ее нужно запивать водой, потому что я откусила один кусочек, и все. И у меня уже... Мне уже хочется воды. Как лакомство великолепно. Она спелая. Да, самые почти корочки. Корочки остается буквально 2 миллиметра. Так что дынька прекрасная. Всем советую. Пробуйте и сажайте. Обязательно сажайте. Очень вкусная. Это очень вкусная. Когда нанос comетон around.